Потрескавшиеся плиты, мох на мемориале, сухие деревья – это лишь несколько причин выбора для благоустройства именно этого захоронения в Тагавере. Задача не только облагородить это место, но и сохранить подлинное состояние памятника. Главное для ребят – восстановить плиты, которые уже разрушаются, а также почистить сам мемориал. Я даже не рассчитывал, что получится настолько красиво. Вот так приехал, посмотрел на объекты, ну, все так прискорбненько, время делает свое дело, и плиты, и сам памятник в плачевном состоянии были. Но за эти две недели мы восстановили памятники, мы сделали очень красиво, на самом деле это просто великолепно. Все началось еще в 2012 году, когда Денис Рыбаков, руководитель проекта, впервые получил грант на благоустройство воинских захоронений в Эстонии. Работы проводили на острове Сарама, где с реализацией помогал бывший военный Леонид Кушнарев, который занимается благоустройством памятников. Ну, я должен сказать, что в 2012 году ребята очень хорошо поработали, и даже местное население отмечало то, что памятники были приведены. Очень хорошее состояние, работу сделали большую, поэтому, когда ко мне обратились опять с предложением провести волонтерскую работу, я, естественно, отобрал те памятники, которые требовали больших затрат, вот, большой работы, то есть труда большого, который я не мог сам оселить. Хрупкий, утонченный мемориал «Скорбящая мать» стал старым объектом. Для Валерия Акатьевой он является самым любимым на острове. Перекладка плит – единственная серьезная работа у этого мемориала, поэтому женская рука пригодилась лишь в уборке территорий и самого памятника. Однако девочек это не пугало, и они охотно помогали в укладке плит. Для меня это прямое значение, потому что моя специальность и вообще мое занятие по жизни тесно связано со всем этим. Моя дополнительная специальность – это военно-патриотическое воспитание, и я занимаюсь поисковой деятельностью, то есть, как бы, для меня это как пища. Братское захоронение Керла стало заключительным объектом в проекте. До работы волонтеров мемориал был усыпан сухими листьями, под которыми скрывалась зеленая трава. Упала одна из плит и пролежала на земле долгое время, покрывшись плесенью. Сейчас мемориал восстановлен. Проект состоялся благодаря грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи Российской Федерации. И надеемся, что он не завершится, будет продолжен в следующих годах. Наши друзья нас здесь ждут. Проект вызвал, как и 6 лет назад, когда мы здесь были, большой интерес, большой эмоциональный отклик среди местного населения. И тех организаций, которые нам помогали. В свободное время ребята навещали мемориал, который благоустраивали в 2012 году. В этот раз волонтеры покрасили там забор и скамейку. А также за две недели работы на острове ребята присмотрели еще несколько памятников, которые хотели бы благоустроить в следующий раз. Екатерина Новоселова, Медиа-центр, ГАДГУ.